Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода и Джедима, канала Моди и Красоте, а также об умном шоппинге. В своей жизни мне очень нравится воплощать в мою жизнь концепцию, идею, одно средство вместо. У меня есть даже плейлист на канале, и речь сегодня пойдет о таком средстве, которое заменяет мне одним своим присутствием в моем доме, одним своим присутствием на полке, на кухне, заменяет мне множество других предметов. Это самая обычная поваренная соль мелкого помола. Одна моя зрительница спросила меня об играх, которые можно предложить ребенку дома. Могу сказать, что соль – это отличный способ занять своих детей на какое-то время, чтобы совершить звонок, чтобы, возможно, в компьютере что-то важное посмотреть, чтобы сделать даже какую-то работу, потому что на самом деле, в особенности, если детей двое, они могут играть очень-очень дружно, очень хорошо, особенно если солью вы насыпите целую пачку. Это дешевое средство, это дешевый аналог любой игрушки. Соответственно, они могут прямо-таки минут 40 играть прекрасно, находясь даже в очень маленьком, очень неосознанном возрасте. Это средство, которое совершенно безопасно для наших детей. Это средство, которое легко убрать. Мои дети приучены убирать соль за собой сами. Нужно дать им вот такие лопатки, если они у вас имеются в доме, даже если не имеются такие лопатки. Дети прекрасно ручками все соберут обратно в коробку. Соответственно, эта соль потом пойдет им на следующий раз для игры, а вы можете все очень быстро запылесосить. Но мои дети, например, очень часто так все чисто собирают. Ну, вот бывает у них такое настроение. Помочь маме, соответственно, мне иногда даже пылесосить не приходится. Такой солью можно играть даже на ковре, потому что, повторюсь, соль возьмет на себя, возможно, часть загрязнения, вы потом просто все это запылесосите. И таким образом дети, поиграв с солью на ковре, сделают вам даже хорошую услугу. Они почистят таким образом ковер, потому что эту соль они, безусловно, потопчут. Эту соль они, безусловно, ручками каким-то образом ваш ковер ватрут. Потом вы, на самом деле, соль эту, которая впитала загрязнение, просто пылесосом запылесосите. И, соответственно, вот такой способ два в одном. И детей занять, и уборку ковра сделать. Поэтому не пренебрегайте им, попробуйте. Поверьте мне, дети любят играть с солью. Мои дети очень любят играть с солью. Соль можно также еще самыми обычными мелками раскрашивать. Дети занимаются этим, ну, прямо-таки, огромное количество, огромное количество времени. Им нравится превращать соль при помощи мелка, самым обычным способом перетирания, в один цвет, либо в другой цвет, и потом все эти цвета мешать. Соль я очень люблю также, потому что самая обычная, поваренная соль мелкого помола, она является прекрасной базой для скраба, для тела. Кто-то мне пишет, что используют сахар. Для меня, например, сахар слишком травматичен, мне некомфортно использовать вот в такой же рецептуре, о которой я вам сейчас скажу, как базу сахар. Я очень люблю соль. К тому же соль быстрее растворяется, и, соответственно, она вот на самом деле гораздо-гораздо меньше царапает. Скрабы соли я применяю также для лица. Редко это делаю, у меня нет необходимости, но, тем не менее, когда-то применяла, опять же, если в ванной есть, в особенности летом, я всегда применяю такой простой скраб. Я беру соль и добавляю какое-то количество самого обычного оливкового масла. В таком случае скраб получается очень жирным, очень насыщенным, потому что оливковое масло, оно тяжелое, оно такое очень плотное. Если вы хотите более легкий скраб, безусловно, вам подойдет кокосовое масло, либо подойдет масло миндальной косточки, масло виноградной косточки. Это менее тягучие типы масел, соответственно, используйте любое, которое вам нравится. Добавьте несколько капель эфирного масла, и вы тоже получите прекрасный-прекрасный скраб. Если идея со скрабом на масле вам не нравится, вы пока не готовы ходить вся масляная, то, пожалуйста, ваш ненужный крем для тела, либо нужный крем для тела, вы также можете смешать в пропорции. Посмотрите, потому что кремы бывают более жидкими, либо более плотными. Посмотрите в пропорции, чтобы просто у вас получился скраб, который вы, возможно, когда-то покупали в магазине. Смешайте самую обычную поваренную соль мелкого помола с нелюбимым, либо с любимым кремом, и получите прекрасный скраб. Вы таким образом даже сделаете больше пользы для себя, для своей кожи, потому что все-таки в этот скраб будете смывать. Соответственно, меньше крема, который всегда содержит силиконы. Без силиконов наша кожа не выглядит такой красивой, поэтому производители не скупятся на силиконы. Именно в таком случае наша кожа кажется нам гладкой, бархатистой, мягкой и увлажненной. Не скупятся на силиконы, но какую-то часть хотя бы вы смоете, и, соответственно, нанесете, на мой взгляд, себе. Просто меньше вред использованию вот такого крема для тела. Крем для рук также, кстати, подойдет вот для такого скраба. Мелкая соль поваренная, самая обычная, которая пищевая, которую мы используем на кухне, является также прекрасным скрабом. Внимание, скраб и пилинг для волос, для, точнее, нашего скальпа – это две разные вещи. Так вот, соль – это все-таки прекрасный скраб. Наносить хорошо и удобно прежде всего в ванной, потому что соль, безусловно, сыпется. Вообще, донести соль до корней волос крайне сложно, но, тем не менее, возможно сделать как раз-таки, потому что соль очень мелкая. Поскрабируйте вашу кожу. Соль прекрасно впитывает и очищает жир с кожи. Если у вас жирные волосы, возможно, применением один раз в 10 дней такого скраба вы решите проблему того, что волосы у вас быстро загрязняются, вы не можете прямо-таки даже два дня прожить с непомытой головой. Опять же, является прекрасной профилактикой жирности кожи. Обратите внимание, что, безусловно, такой скраб сушит. Возможно, он не подойдет для таких тонких волос, вьющихся волос, как у меня, но иногда такой скраб я делаю, потому что я уверена, что наша кожа на голове, она нуждается также в том, чтобы мы помогли ей освободиться от клеток, которые уже должны отпасть каким-то образом от нас на теле, на лице. Мы это делаем достаточно регулярно. Соответственно, для того, чтобы волосы хорошо росли, фолликулы просыпались, те спящие, что, в общем-то, находятся у нас на голове, я убеждена, что скраб все-таки желательно хотя бы иногда делать. Я это делаю примерно раз в месяц. И, кстати, соль всегда имеется у меня в ванной. Соль является прекрасным способом, как это ни странно, хозяйки, возьмите на заметку, борьбы либо профилактики появления плесени. Здесь, в Италии, проблема с плесенью, ситуация с плесенью, она очень распространена. Если вы будете, я откуда это знаю, у моего старшего ребенка аллергии на плесень, если вы будете воду для уборки добавлять, я, правда, не знаю, какие пропорции, я добавляю на 5 литров воды примерно беру вот таким образом горсть соли, наверное, так. Опять же, посмотрите, что на каких-то темных предметах соль может оставлять все-таки налет. Поэтому, если у вас светлая мебель, возможно, вы можете чуть больше соли себе позволить. У меня у детей в комнате белая мебель, соответственно, я добавляю прямо-таки хорошую горсть соли. И влажную уборку, в том числе и полы, и в том числе все-все-все поверхности, обрабатываю такой соленой водой. Потому что, если у вас есть уже сформированная плесень, это чаще всего бывает ванная, это чаще всего бывают какие-то оконные рамы. Здесь в Италии со мной случилось именно так, именно тогда я узнала этот рецепт. Как ни странно, хлорка не поможет вам в борьбе с плесенью. Вам поможет вот такой раствор, сода соляной раствор, либо просто соляной раствор. И в идеале туда добавить масло чайного дерева. У меня один раз, когда моя сеньора, которая приходила мне помогать по дому, уволилась, я запустила очень сильно свои окна. Я не знала, что там так часто нужно протирать. У меня сформировалась плесень, как бывает на булках. Представляете, насколько это было все вредоносно, потому что это все случилось в спальне. Я это все вовремя не отследила. И однажды, помыв вот таким сода соляным раствором с маслом чайного дерева, но соль здесь основной компонент, вы можете решить проблему просто вот за одну помывку. Соответственно, возьмите себе на заметку, что обработка плитки в ванной, швов в ванной, а также везде, где плесень может сформироваться соляным раствором, очень-очень помогает, является очень-очень хорошей профилактикой. Также я рассказывала, что я часто убираю свою верхнюю одежду в шкафы. То есть я отношу, беру на себя труд, чтобы не захламлять зону рядом со входом. Я отношу какие-то свои пальто, какие-то свои плащи, которые, возможно, ношу не каждый день. Я отношу их и убираю в шкаф. Это все хранится за закрытой дверцей. Так вот, чтобы влажность не скапливалась там, она, безусловно, будет скапливаться, потому что бывает на улице нет дождя, но просто влажно. У меня есть баночки, самые обычные баночки после меда, после, возможно, каких-то йогуртов, которые мы раньше ели, которые сейчас, безусловно, не едим. Туда насыпана самая обычная поваренная соль. Если вы поставите в ваш шкаф, либо в комнату, где у вас, вы знаете, собирается влажность, такую емкость с солью, самой обычной, поваренной, ну, она, кстати, в этом случае может быть и крупного помола, вы увидите, что соль твердеет. И это нормально, она собирает на себя влагу, становится твердой. Летом все эти баночки, все эти контейнеры я просушиваю на солнце, соль становится снова рассыпчатой. Необходимо разбить, скажем так, верхний слой, внутри она становится снова рассыпчатой. Но обратите внимание, что если вы таким способом воспользуетесь, у вас вообще вот эта соль, она станет плотная, как камень. Многие итальянские хозяйки просушивают соль, каким-то образом извлекая ее из контейнеров. В этом случае вам понадобятся именно пластиковые контейнеры после йогурта, потому что их можно разрезать, и, соответственно, у вас вывалится соляной камень. Многие хозяйки просушивают эту соль в духовке, и, соответственно, потом используют повторно, потом используют еще много-много раз. Я сушу просто на солнце, в жаркие дни, и у меня соль становится снова рассыпчатой. Также, безусловно, в течение холодного сезона, как только есть солнечный день, солнце в Италии нагревает хорошо даже зимой какие-то предметы. Соответственно, я выставляю эти контейнеры, если у меня есть время этим заниматься, и снова потом убираю в шкаф. Соль является также прекрасной базой мне для дезодоранта, для духов, для дома. Я делаю их очень просто, я насыпаю в какую-то вазочку, чтобы она смотрелась достаточно красиво в моем интерьере, самую обычную соль мелкого помола, и добавляю туда эфирное масло. Об этом способе я рассказывала. Такой же способ можно делать, добавляя соль, которая у вас должна забирать влагу, допустим, внутри вашего шкафа. Вы можете также добавлять, очень хорошо действуя в таком случае, масло мяты, например, масло чайного дерева также. Соответственно, у вас будет два в одном средства. И духи твердые, наверное, твердые в таком случае, они получатся для дома, либо для шкафа. И также прекрасный собиратель влаги. Вот такие способы использовать самую обычную соль, как игрушка, как база для скраба, как скраб просто сам по себе и для волос, как собиратель влаги, как средство против плесени. Надеюсь, что хозяйки возьмут себе на заметку, что-то им окажется полезным и смогут это применять для себя. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Увидимся очень-очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока!